Волкодав покорил Эльбрус. У жителя Карачаева-Черкесии Алана Саркитова была давняя мечта взять с собой собаку. Работа над проектом началась год назад и этим летом он воплотился. Альпинист Асхат Гузоев из Кабардино-Балкарии, Алан Саркитов и карачаевский волкодав по кличке Басхан взобрались на самую высокую вершину Европы. Светлана Шаганова об отважном четвероногом альпинисте и его наставниках. Есть! Я сделал это! 5621. Высота взята. Здесь рукой можно дотронуться до неба. Асхат Гузоев и Алан Саркитов – опытные восходители на Эльбрус. А собаке требовалась специальная подготовка. Да и волкодава нашли не сразу. Вначале был другой претендент. Она была намного больше, где-то под 100 килограмм веса. Такая черная, но типаж идеально подходил. Строение морды, лап, груди. Вот как именно типаж нашего карачаево-балкарского волкодава Басхан-Пари. Ну цвет чуть-чуть подводил. Ну как они, черные цвета, расцветка у нас не было исключением. Но это не наше родное, национально-традиционное. Она где-то со стороны Таджикистана и Ирана пришла. Это примесь. Собаку выбирали по определенным критериям. Вес до 70 килограммов, строение, типаж, соответствующий окрас породы Басхан-Пари – карачаевский волкодав. Всем параметрам соответствовал пес Басхан, выращенный в питомнике кинолога Казбека Магулаева. Своего четвероногого друга для восхождения любезно предоставил султан Викбулатов. Главная была задача – испытать породу в высокогорных условиях. Первый день пошли на небольшую высоту прогулочку, на второй день повыше на прогулочку, третий день еще повыше. Акклиматизация, все дела. И постоянно мы за ним наблюдали. Вообще никаких проблем не возникло. Последний день мы решили, да, он готов, способен, он это должен, ну, сделает, говорить нельзя, он должен это сделать. Басхан держал нос по ветру и устремлялся ввысь. И как опытный альпинист взял эту вершину, которая покорилась не всем. Нелегко удалось, честно сказать, там, конечно, все говорят одно, очень легко, очень без проблем. Ну, на самом деле, это не так, сам убедился. Особенно последние шаги – от седловины. До седловины, как тяжко дойти, это раз. Самое тяжкое начинается оттуда, во-первых, дефицит кислорода, нету его. Три-четыре шага дело, вот в такое состояние вот превращаешься. Если отдыхаешь, еще три-четыре шага так же, если не идешь одним темпом, там тоже своя методика, свой шаг, свои моменты. Никакой синоптик не предскажет погоду на Эльбрусе. Можно оказаться в сложных метеоусловиях. Путешествие в горах – это игра в рулетку. Погодные условия там просто вот как никогда, они очень часто меняются, каждую минуту, может, два-три сезона поменяться. Ветра подняться могут, тогда вот так прижимайся, сидишь, жди там, или цепляешься там штырями. Но холода наступать могут, ветра, накрыть облака просто за здрасте. Вот накрыло, ты не видишь, вот я вас сейчас как вижу, там мы друг друга не увидим. До такой степени могут накрыть густые облака, а дорога, если ты там неопытный, ты там останешься. Для восхождения нужна специальная экипировка. На ногах металлические приспособления, альпинистские кошки. А вот как быть собаке, чтобы не отморозить лапы? Лапам не было холодно, им было очень даже прекрасно, так я скажу. Потому что я сам тоже об этом задумывался, потому что я не собаковод, я как любитель изучал их, и думал специально что-нибудь, или цепляли, чтобы там кошки, там мы же в кошках идем, там каток. Может, ему тоже самое нужно. Сказали нет, и он, и он все говорят нет. Он сам чувствует, он должен почву чувствовать, когда где чуть-чуть скользко, он когти пускает, и каждый шаг он свой контролирует. Смелый шаг сделан. Басхан доказал свою выносливость, свой боевой характер, и уже вошел в историю первым покорившим Эльбрус. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.